Всем привет, с вами Полти. Добро пожаловать на канал и кажется купили устройство на 128 гигов или на 512 и можно не переживать, что место когда-то закончится. Но в один прекрасный момент, когда вы например заходите в камеру, вы видите вот это сообщение, что у вас закончилось место и айфон не может сделать фото, пока вы его не освободите. Эта проблема очень распространена, потому что все приложения, которые у вас установлены, так или иначе, они потребляют кэш, то есть они едят свободное место, забирая его у вас под какие-то свои нужды. Например, в хранилище вы можете видеть, что Telegram весит ненормально много, тут и TikTok весит много и прочие-прочие игры и приложения, которые у вас занимают, так или иначе потребляют место. Давайте поговорим на тему, как это место постараться легко освободить и вернуть себе мегабайты, а то и гигабайты пространства. В этом поможет приложение под названием Mobile Clean, и эту программу точно стоит установить. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои видео в Telegram, ссылка на которые в описании. Скачать приложение из App Store можно совершенно бесплатно, и в течение трех дней вы можете использовать программу бесплатно, а потом нужно будет купить приложение. Но это абсолютно ничего страшного, потому что за три дня вы можете полностью очистить ваше устройство и как бы отменить подписку, если она вам не нужна. На главной странице в приложении у вас сразу есть кнопка Smart Clean, на нее мы посмотрим чуть позже. Пока что внизу вы видите, есть календарь и контакты. Если мы зайдем в календарь, то вы увидите все события, которые есть в вашем календаре, а их здесь может быть очень много, с разными вложениями и прочим. Можете выбрать те события, которые вам не нужны, и нажав на вот эту кнопку внизу, вы легко и просто сможете очистить. Следующее, что здесь есть, это контакты. И это то, что нужно, потому что позволит вам сохранить ваши контакты и удалить дубликаты. Например, нажав на Backup и нажав внизу кнопку Backup, вы сможете сделать резервную копию ваших контактов, чтобы никогда их не потерять. Также приложение найдет дубликаты контактов, вы с ними сможете ознакомиться, удалить ненужные, нажав на ту же кнопку внизу. То есть, таким образом, если у вас много контактов, вы их легко и просто сможете очистить буквально в один шаг. Тут даже есть контакты, которые не завершены, в которых не хватает какой-то информации, вы их сможете легко дополнить. С календарем и контактами понятно. Приложение выступает менеджером, которое позволит очистить ненужные события и удалить дубликаты, если не есть. Но за счет чего происходит очистка свободного места на устройстве? И этот блок находится чуть ниже. Это фотографии, то есть ваша медиатека. Обычно фотографии и съедают огромное количество пространства на вашем устройстве. Ведь никто толком не следит за этой фотопленкой. Просто туда собирают огромное количество фотографий. Видим, что приложение их разделило. И первая кнопка, которая здесь есть, называется «Quickly Organize Album». Это, по сути, ваша медиатека единым потоком. Если вы перейдете в какую-то фотографию, у вас сразу есть действия, которые расскажут, что нужно делать. Например, свайп направо оставит фотографию, свайп налево эту фотографию удалит. И также внизу вы можете ознакомиться с теми фотками, которые вы засвайпали и, например, удалили. То есть, таким образом вы можете быстро пройти по вашей медиатеке и такими свайпами поудалять или, наоборот, оставлять фотографии, которые у вас есть. Можете проверить, какие именно фотки вы поместили в удаленные и, нажав на кнопку внизу, вы можете эту всю историю легко очистить. Огромный плюс приложения, что оно не сразу удаляет фотографии. То есть, если мы зайдем в фото, там внизу есть недавно удаленные, мы видим, что та фотка, которую я удалил из приложения, она попала именно сюда. И это плюс. Если вы случайно что-то удалили, отсюда в течение 30 дней можете спокойно вернуть эту фотографию. Таким образом, ничего лишнего, используя программу, вы просто не сможете удалить. Ведь все удаляется не сразу. Следующая папка в разделе фото называется Similar Photos, то есть, похожие фотографии. Бывает такое, что вы нафотографировали фотографии, там, с одного ракурса, чтобы выбрать потом удачный. Но не все люди потом очищают эти фотки, они просто копятся и занимают свободное место. То есть, реально вам не нужны, например, вот эти две фотографии. Видимо, они одинаковые, просто собачка смотрит как бы в разные стороны. Можно выбрать одну удачную, а вторую, например, удалить. Такая же история вот с этим, тут две фотки с одинакового ракурса, просто по выражению лица можете понять, какую оставить, а какую наоборот снести. И таких фоток действительно туча, это есть на каждом устройстве. Галочкой можете выбрать те, которые нужно снести, нажать на кнопку внизу и удалить, и таким образом освободить достаточно много места на устройстве. Дальше папка под названием Duplicate Photo, то есть это дубликаты. Приложение найдет дубликаты в вашей медиатеке, и точно так же галочкой выбрав дубликат, вы его сможете удалить, а, например, оригинал оставить в вашей медиатеке. Далее папки скриншоты и записи экрана. Если часто делаете скрины, то, я думаю, вы их удаляете, но если нет, они все будут помещены сюда, и отсюда вы их сможете быстро удалить. Еще есть Live Photo, у меня их ноль, я просто выключаю сразу эту функцию камеры. И еще есть такая крутая вещь, как Places, то есть ваши места. Если вы помните, что в каком-то определенном месте вы сняли фотки, здесь вы это место можете найти, выбрать сразу все фотографии с этого места и снести их за один раз. Это очень удобно, если, например, по геопозиции вы помните, что в определенных местах есть какие-то фотографии. Такая же история для видео, есть поиск дубликата в видео, а есть поиск похожих видео. То есть точно так же, как с фотографиями, просто видео, которые сняты в одном месте, они похожи, зачем их хранить? Просто оставляете одно, остальные удаляете, нажав на галочку и потом на кнопку внизу для удаления. Таким образом, можно действительно гигабайты свободного места освободить, просто почистив один раз медиатеку. Это займет какое-то время, но буквально за полчаса вы реально освободите много места. Если у вас iPhone 14 Pro или 14 Pro Max, то здесь есть также крутая функция, как Pixel Pulse. То есть, когда вы работаете внутри приложения, вы можете включить этот переключатель, выбрать своего персонажа и можете обратить внимание, что сверху динамического острова он появляется и будет проводить там с вами время, пока вы находитесь внутри приложения. И напоследок, та самая Smart Clean на главной странице. Нажав сюда, вы просто сможете быстро очистить все категории, которые здесь есть. Приложение за вас нанесет ненужный контент, там дубликаты, похожие фото и прочую информацию. И выбрав галочками, вы это сможете удалить в один шаг. То есть, умный поиск просто делает это быстрее и искать ничего не нужно. В общем, приложение действительно полезное. Ее можно использовать бесплатно. Можно три дня попользоваться даже полной версии, где абсолютно все работает. Ну а потом, буквально, когда вы очистите, можете отменить подписку. И в целом, вас это ни к чему не обязывает. Ссылку на Mobile Clean я оставлю в описании к видео. Переходите, ознакомливайтесь. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, чтобы больше людей узнало о такой программе. Также подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.